Проект «Филармония для детей» появился в Доме ученых более 15 лет назад. Проводился он нерегулярно и только по предложению артистов, которые приезжали с гастролями в наш город. По инициативе Светланы Прохоровой, специалисты Дома ученых, цикл классических концертов для детей стал постоянным. А в гости к юным ценителям классической музыки стали приезжать творческие коллективы со всей России. Постепенно стала предлагать артистам, которые к нам приезжают, сделать еще что-нибудь для детей. И сейчас у меня уже как правило, если я с кем-то договариваюсь, я сразу спрошу, а есть ли у вас что-нибудь для детской филармонии? Фагот как инструмент для изучения Нина Руженицкая выбрала спонтанно. Попробовать сыграть на инструменте ей предложили друзья из духового училища. И вот уже много лет Фагот верный спутник Нины на концертах. Что удивительно, габариты инструмента и его вес около 7 килограммов больше подходят мужчине, нежели хрупкой девушке. Выбирают все по-разному. Кто-то, потому что нравится, но, как правило, да, убирают флейту, трубу. Фагот – это редкость. В рамках выступления Нина и ее коллеги не просто рассказали об истории создания Фагота, его видах и возможностях. Ребятам и их родителям наглядно показали, как устроен инструмент, объяснили, откуда берут свои названия, его составные части и почему на создание одного Фагота уходит не один год ручного трудомастера. На вопрос, дорого ли стоит этот духовой инструмент, зрители получили ответ. Как хорошая однокомнатная квартира. Сам инструмент, во-первых, он требует большого ухода. Это очень затратно. И плюс у нас еще есть трости, которые нужно менять довольно часто. И это тоже определенные затраты. Следующая встреча в рамках филармонии для детей пройдет в Доме ученых 9 декабря. Это будут сказки «Северного ветра» по музыкальным произведениям Эдварда Григо. А в январские праздники со сцены покажут зимние сказки «Мумидола». Они наверняка придутся по душе и детям, и взрослым. Кирилл Бассейнов, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.